Всем привет! Сегодня мы с вами научимся рисовать тени. Навык очень полезный, особен для тех, кто часто вырезает и переносит одни объекты с одних фотографий на другие фотографии. Итак, приступаем. Вот такая у нас есть фотография, на которой есть ананас и рука, и мне бы очень хотелось создать для них тень. Представим, что сзади не просто белое пространство, а стена, и мне очень хочется, чтобы тень отразилась на стене. Друзья мои, всегда, когда вы рисуете тени, вы должны помнить об одной очень важной вещи. Живем мы на планете Земля, светит на нас солнышко, иногда искусственные какие-то лампы, но в любом случае любого источника есть направление их лучей. В данном случае на ананасе светят вот отсюда. Я думаю, вы это видите, потому что с этой стороны у нас более светлая часть, с этой более теневая. Мы предполагаем, что свет падает вот с этой стороны. Если у нас свет падает с этой стороны, соответственно, тень у нас должна быть со стороны противоположной. Давайте этим и займемся. Итак, первое действие. Что нам нужно сделать? Нам нужно выделить объект, который будет отбрасывать тень. Итак, сказано, сделано. Выделение я хочу сделать инструментом в Adobe Photoshop, который называется Color Range или цветовой диапазон. Прячется у нас он вот здесь. Меню Select или выделение и цветовой диапазон Color Range. Открываем его меню. Детально мы об этом инструменте еще поговорим в следующих уроках. Но что нам важно сделать? Обращаем внимание на вот эти три пипетки здесь. Первая пипетка задает цвет, который мы хотим выбрать. Выбирая эту пипетку, я кликаю прямо на фотографии. Тем самым задаю выбор вот такого белого. Но так как мне нужно выделить весь белый, мне нужно нажать на пипетку с плюсом и к этому выделению добавить весь белый, который я сейчас вижу. Кликая на белые фотографии, я выделяю практически везде. Главное не заходить этой пипеткой на другой цвет. Иначе этот цветовой диапазон выберет в том числе этот цвет. Нам нужно добиться контраста между объектом, который нам нужен, и фоном, который нам не нужен. Собственно, чего мы с вами и добились. Также обратите внимание на ползунок Pfizer, на ползунок Range. Изменяя значение этого ползунка, вы видите цветовой диапазон. И в данном случае мы уже замечаем, что рука не такая контрастная, нам это значение не подходит. Нам нужно добиться наивысшего максимального контраста между нашим объектом и фоном. Мы этого добились. Нажимаем ОК. И мы видим, что у нас применилось наше выделение. Но обратите внимание, так как мы работали по фону, мы выделяли инструментом Color Range цветовой диапазон фон. То есть выделяли все белое, светлое. Соответственно, его он нам и выделил. А нам нужно выделить объекты рук. Что нам нужно делать? Правильно инвертировать это выделение. Идем в меню Select. Инверсия. Теперь у нас выбрано то, что нам нужно. Ананас и рука. И мы с вами смело можем перенести это выделение, этот объект на отдельный слой. Как нам это сделать? Нам нужно скопировать то, что мы сейчас выделили. Именно то, что мы сейчас видим на отдельный слой. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C, английское Ctrl-C, Ctrl-V, вставить наше с вами выделение. Вот мы сейчас его наблюдаем. И обратите внимание, оно у нас находится на отдельном слое. Следующее, что нам нужно сделать, это вызвать свойства этого слоя. Многие не знают, но в Adobe Photoshop при двойном клике на слой, обратите внимание, именно на слой, не на надпись, не на миниатюрку, а именно на слой. Нажимаем мышкой два раза, делаем двойной клик, у нас открываются свойства этого слоя. Что нам нужно? Нам нужен раздел Drop Shadow или отбросить тень. Нажимаем галочку и обратите, сзади у нас появилась тень. Вот здесь у нас с вами, когда мы становимся на инструмент Drop Shadow, находятся настройки данной тени. Мы можем выбрать угол, под которым эта тень падает. По большому счету, здесь нам не нужно ничего, кроме может быть дистанции, которая позволяет нам просто эту тень визуально увидеть. Я объясню, почему эти настройки нам здесь не нужны. Немножко дальше. Нажимаем ОК. Теперь у нас есть ананас и тень за ним. Но хорошо бы, чтобы тень была на отдельном слое, чтобы мы могли ее трансформировать, поменять, перевернуть, сделать темнее, светлее, отразить как угодно. Как же нам оторвать вот эту тенюшку, которая прячется за ананасом? Все очень просто. Идем вот сюда. Обратите внимание, после того, как мы применили свойства слоя, у нас появился значок Fx. Нажимаем правой кнопкой мыши на Fx. Нажимаем. И в выпадающем списке опускаемся в самый-самый низ, где у нас есть надпись Create Layer или Создать слой. Нажимаем ОК. Обратите внимание, тень вынесена на отдельный слой. Мы создали слой с нашей тенюшкой. Что это значит для нас? Если у нас тень находится на отдельном слое, мы можем с ней делать все, что захотим. Трансформировать, переносить, изменять ее масштаб, обращать и переворачивать ее в любом направлении, которое нам нужно. Давайте попробуем. Выбираю инструмент Move Tool. Вот здесь он у нас с вами находится. Инструмент перемещения. Выбираю нашу тенюшку и перемещаю туда, куда мне нужно. Но обратите внимание, она слишком большая. Не беда. Мы же прекрасно понимаем, что он это отдельный слой. И мы можем с вами, помимо всего прочего, изменять размер. Ну, например, вот так. Нажимаем. Согласен на галочку. Мы с вами очень быстро сделали тень. Обратите внимание, падающего света на этот ананас. Понятно, что эта тень немножко нужно переместить вниз, я думаю, потому что свет падает под вот таким углом. Ну, давайте где-то так. Я думаю, было бы правильно. Обратите внимание, вот здесь у нас такой серенький получился прямоугольничек. Почему? Когда мы с вами создавали Color Range, выбирали, вернее, наш ананас рукой, белый фон был не до конца белым. Мы это не высветлили. Что нам нужно сделать? Все очень просто. Мы становимся на наш отдельный слой. Выбираем в руки инструмент пластик. И стираем все то, что нам не нужно, оставляя при этом тенюшку. Можно вот так легко, быстро подкорректировать. Или в момент, когда мы с вами выделяли, просто сделать белее это выделение. Друзья мои, я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, это полезный урок. И вы сможете теперь очень быстро рисовать тени для абсолютно любых объектов. От очень сложных до очень простых. И ваши объекты перестанут летать в воздухе. Всем спасибо. И увидимся с вами дальше на канале. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте колокольчики, чтобы напоминание приходило к вам, когда у нас на канале появляются новые ролики. Увидимся. Увидимся.